Вместо бизнес-ланча обед для любимой семьи. Вместо чек-листов домашнее задание с младшей дочкой. Бывший работник общепита Юлия Орлова, мать двоих детей, во время пандемии осталась без работы. Но не растерялась. Женщина оперативно встала на биржу труда. Сегодня она получает максимально возможное пособие по безработице в размере 12 130 рублей. Плюс к этому доплату в 3000 рублей на каждого из двух несовершеннолетних детей. По словам Юлии, данная мера поддержки помогает им жить в условиях кризиса, а не выживать. В этой ситуации это реально хорошая поддержка, потому что мы прекрасно понимаем, что 11 класс – это репетиторы, это подготовка. Да и первый класс тоже мы до сих пор и как-то дополнительное образование никуда не деваем. Это действительно большая поддержка именно для семьи. Сегодня процедура постановки гражданина на учет в Центр занятости максимально упрощена. Человек, лишившись работы, может подать заявление онлайн и уже на 11 день после проверки регистрации всех данных получить первые выплаты. Пособие по безработице для граждан, которые обратились в службу занятости населения до 1 марта, зависит от количества трудовых недель и уровня заработной платы на последнем месте работы. Если человек обратился в Центр занятости после 1 марта и проработал не менее 26 недель на предыдущем месте работы, то выплата будет максимальной в размере 12 130 рублей. Плюс к этому государство будет выплачивать ежемесячно маме или папе 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в течение трех месяцев. Этой мерой поддержки уже воспользовалось 1886 ульяновцев. Кроме этого, в службе занятости безработные, изъявив желание, могут пройти профобучение. У нас есть обучение, профессиональное обучение. Оно идет по линии нашего кадрового центра, оно бесплатное для безработных. И для всех людей 50+, мужчин и женщин, и для мам, которые находятся в декрете по уходу за ребенком до трех лет, не работающие до семи у нас в проекту, мы обучаем бесплатно. На сегодня служба занятости предоставляет еще одну услугу. Безработные могут принять участие в общественных оплачиваемых работах по уборке и благоустройству улиц города. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Управда ТВ. Новости Управда ТВ.